Детский сад с полутора лет и обучение в школе только в первую смену. На Большом Камчатском Петсовете обсудили главные вопросы по реализации национальных целей и стратегических задач, сформулированных в майском указе президента. Реализовать их необходимо до 2024 года. Так, к примеру, ликвидировать сменность обучения в крупных городах полуострова планируют путем пристроек к имеющимся школам, а в северных районах Камчатского края за счет строительства целых комплексов. Там небольшое количество детей, один коллектив, то есть это наиболее оптимальный вариант. Поэтому сегодня в инвестиционной программе предусмотрено строительство и таких комплексов школы, детские сады, и проектируются школы отдельно, там, где более крупные населенные пункты. Ну а для Петропавловска, еще раз повторюсь, конечно, рассматривается сегодня очень активный вариант пристроек школе, конкретно к 40-й школе на северо-востоке. Сейчас в регионе каждый ребенок в возрасте от 3 до 7 лет обеспечен местом в садике. В будущем планируется ликвидировать очередь и для малышей от полутора лет. Для этого в крае строятся новые дошкольные учреждения. В июле введен в эксплуатацию новый детский сад на северо-востоке Петропавловске. В ближайшие годы запланировано строительство еще пяти детсадов на территории края. Очень хорошо себя зарекомендовал и в этой части не государственный сектор. Петропавловский Камчатск в прошлом году начал работу частный детский сад на 180 мест. 28 миллионов рублей мы в правительстве выделили Ельзовскому району на реализацию проекта «Билдинг-сад». На совещании обсудили и занятость детей во внеурочное время. К примеру, в рамках дополнительного образования в краевой столице открыт технопарк на 400 школьников. Кроме того, края получил федеральную субсидию на создание детского технопарка «Кванториум». Активное участие в получении грантов принимают и сами образовательные учреждения полуострова. В этом году Камчатский колледж технологии сервиса получил более 7 миллионов рублей. Центра образования «Эврика» более 2 миллионов. Мы закупим новую сенсорную комнату для деток, для разновозрастных от 3 до 17 лет. Они могут пользоваться вместе с психологом, то есть это комната психологической разгрузки. Дальше мы закупим оборудование звуковое, световое для того, чтобы проводить театральные представления, праздники и так далее. Ну и, соответственно, костюмы, кукольный театр. То есть вот таким образом. Кроме того, центр «Эврика» уже пятый раз становится лауреатом конкурса проектов на лучшее образовательное учреждение. Получает по 500 тысяч рублей из кровавого бюджета. Здесь к любым мелочам подходит серьезно. Вот, к примеру, даже ступеньки в этом центре необычные. Детсадовцы, поднимаясь с дополнительных занятий, не теряют время зря и по пути изучают алфавит или цифры, а школьники повторяют математические формулы. Здесь мы сейчас находимся в кабинете информатики. В нем проводятся регулярные занятия. Антон Карабанов работает в «Эврике» более 10 лет. В этом уютном и оснащенном кабинете могут заниматься дети разных возрастов, что полностью соответствует заявленному проекту. Здесь мы проводим краевые турниры по программированию. Причем турниры по программированию и для школьников, и для учителей информатики. Я провожу семинары для учителей информатики в этом кабинете. Чтобы достичь необходимых показателей в крае, сформулированных в майском президентском указе, имеется и потенциал, и опыт, говорят эксперты. Однако без дополнительной федеральной поддержки не обойтись. К примеру, в части амбициозных задач, таких как стопроцентный доступ к сети интернет во всех школах РФ со скоростью не менее 10 мегабит в секунду. Пока на Дальнем Востоке этот показатель равен нулю.